Пожарные парашютисты – самые настоящие герои. В СИЗО лесных пожаров они готовы оперативно собраться и вылететь на борьбу с огненной стихией в самые трудодоступные уголки Забайкальского края. Посадочной полосы там, конечно же, нет. Приходится выпрыгивать с парашютом на ближайшую поляну и разбивать лагерь. В такой непростой работе уже есть целые династии. Я работаю с отцом, то есть у меня отец давно здесь работает, и с самого детства я смотрел на его работу, я восхищался, и вот пошел по его стопам. А как он часто в своей работе вам рассказывал? Да не часто, я все это сам в основном видел. Видео те же на телефонах мне показывал, мне было интересно. Отец в другой группе, но в основном на тренировках, как сейчас, прыгаем вместе. Он меня научил всем хитростям, как уложить парашют, как душить пожары. На земле без малого километра, но где борцов это не страшует. Это сезон, да, первый курок. Навыки не подрастеряли, как бы, но все равно забывается. Некоторые моменты, но со временем все равно в полете уже вспоминаешь. Здесь как бы поле свободное, если что-то пошло даже не так, можно куда-то приземлиться, а там кругом лес, то есть если уже где-то ошибся, то есть придется на лес приземляться. За спиной у каждого сотни прыжков и десятки успешно выполненных задач по ликвидации лесных пожаров. Воспоминаний за годы работы накопилось множество, но самое яркое, говорят все без исключения, это первый прыжок. Денис Жабровский в тот раз ощутил адреналин от свободного полета еще в армии. Там большой страх был, что я не смогу выйти с самолета. Но там получилось, там сам не захочешь себя вытолкнуть. Это армия же. В армии все надо терпеть. Человек не всесилен. И порой буйство стихии берет вверх. За плечами у Александра Гурулева уже больше десятка лет работы огнеборцем. Его жизнь не раз была под угрозой. В прошлом году во время тушения пожаров в Тюмени он столкнулся с огненным смерчем. Потому что пожар заходил с трех сторон на нас. И в нашем месте, где у нас был табор, вихрем закрутило пламя. И мы что успели, то вынесли. Хотя были окопаны, преподготовлены и так далее. Конечно, опасно. Опасно и бывает даже как неприятно. Иногда спасаешь просто себя хотя бы, чтобы люди были все живы, здоровы. Даниил Батвинский, Антон Носов, РТК Забайкалье.